Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вижу, к вам вернулся Сесил Это ничего не значит Ваша планета сыграла свою роль Ее судьба уже предрешена И ваша тоже Вот как ты решила? Жаль Что ты имеешь ввиду наше место? Сесил вернулся за нами, потому что мы в него верили Тебе легко говорить Тогда позволь мне спросить Полагаю, вы, земные черви, не способны все это понять Ну и ладно Можете сами выбрать, как вам умереть Это ваше последнее решение Я позволю вам его принять Ну спасибо, великодушно Так, по бокам тут вроде ничего нет Все, финальные локации Прикольная музыка Я ее еще не слышала на самом деле Потому что я без звука прокачивалась Потому что у меня другое играло В общем, сохранение Телепорт к лунному киту Мы туда не пойдем А, кстати, подожди, подожди, подожди Вот Ранее Если После битвы с темным кекелом Телепортнуться к киту лунному А потом через кита Через этот же портал Заходить Телепортироваться обратно Здесь Будет Ну, в принципе, ладно Я вам покажу сейчас Это просто Осталось за кадром Я не знаю, важно это, не важно Но я вам покажу В общем Вот такая вот фигня И там Находится торговец Ну, как торговец Чувачок, который может Адамантит переделать В броню И, в общем-то, я это уже сделала Я не помню, говорила Я это не говорила Но, по-моему, нет В общем, вот этот вот чувак Вот А, нет, это про хвосты Да, я ему отдала Этот радужный хвост И он мне дал кольцо предела То есть кольцо, которое позволяет Наносить больше, чем 9999 урона Как я вам ранее Помните, рассказывала И вот наверху Здесь сидит чувак Вот он Который переделывается Из Адамантита В общем, броню делает И вообще, говоря То, что в ранней версии игры То есть не в андроидской То бишь Не вот в этой Здесь где-то Была дверь В комнату разработчиков В принципе, такая была По-моему Как раз таки То ли в третьей части В четвертой, по-моему, она была Да, в оригинальной Где-то тут Она то ли открывалась То ли еще чего То ли в какой-то этот самый Кувшинчик Нужно было скидывать Все вот эти порнографические Журнальчики Которые мы с вами находили То есть помните Этот сладострастный лалихо Или что-то такое И В общем Каким-то образом Эти журнальчики После битвы Вроде менялись На какие-то новые Версии журналов И они давали 50 Единиц К магии В общем Какая-то ахинея Но потом это убрали Не знаю Может ссору Может еще что-то Может решили Как бы Ну так Все-таки Что за неприличие такое Решили убрать В общем Нету его здесь Этого Прохода Там вроде бы Главному дизайнеру Игры Я к сожалению Не помню его имя Потому что это Человек Который редко Лично мне попадается На глаза Точнее его имя Поэтому Вот Неважно все это Мы ехаем Ну сперва К ламному киту А потом уже Обратно Далее Глубины А так Сперва Сундуки Открываем Мне главное Вам показать Что здесь есть Здесь мантия Повелителей Я не знаю Не скажу Что она прям Мега-мега У нее там есть Свои миссы Вот она Холли Блин Лэнс Мое И кстати Раз уж у нас Нет кекела Получается что Кайна у меня будет С Скалибром Ходить Потому что Холли Лэнс У него как-то Ну не очень По сравнению С Скалибром Ну что ты делаешь А кстати А ладно Это я вам потом расскажу Мы драться не будем Потому что Время тратится Бежим Потому что у меня Уже все прокачано И так Чтоб не задерживать Так сказать Процесс Молот Тора Который нам Не нужен 4 500 Вообще золото Потратить За бой Конечно Финальная локация Здесь кстати Я набила Очень много денег Пока прокачивала По-моему Миллиона Три с половиной Три из них Я пустила На снадобья И всякое такое прочее Вот то что Самое дорогое Помните Было у нас Зелье Про 50 Какое там 50 тысяч Стоило Снадобья По-моему Стоило 50 тысяч Да В общем Я купила Этих Снадобья Больше 30 Ну Сами понимаете 3 миллиона Профукут На это все Купила Под завязку Суперзелья Которые 2000 Восстанавливают Купила Доников До завязки Просто Ну не знаю Зачем они мне Ну чтобы было Знаете Купила Потом еще Поднакопила 9 эликсиров Каждый эликсир Стоит 100 тысяч Ну в общем Я тут Думаю Вот видите 35 тысяч За Ну кстати Почти Менеру Еще одну Нехило Так вывалилась Ну и опыта Здесь дают Уже нормально С учетом того Что Я не помню Кстати у меня стоят Кольца Да у меня стоит Браслет уровня Он конечно Очень-очень Помогает Видите Он у меня У всех персонажей Без него Конечно Прокачка бы Заняла намного Больше времени Сухой эфир Ну и серебряные Песочные часы Ничего Нужного Такого Ну кроме Центрального Так стоп Дерем Здесь Суперзелья лежит У нас их Полная коробочка Поэтому А ну ладно Вас я убью Так и быть Я думаю Мы сейчас Когда загрузимся Просто Чуть-чуть Продвинемся дальше Потому что Вдруг впереди Там монстры Которые Как сказать Больше опыта дают Потому что Мне здесь уже Конечно здесь можно Еще докачаться Чуть-чуть Здесь я не скажу Что прям такая проблема Потому что за каждый бой Ну вполне нормально Опыта дают Как вы видите Где-то В районе 17 Или 24 тысяч Иногда даже 30 Вот кстати Масамуны Привет Сефирот Мурасамы Масамуна Два Великих меча Великого Ай Мы знаете Что забыли сделать Мы забыли отдохнуть Там в самом начале Ха-ха-ха Ладно Мы это сделаем Че? Че? Надо валиться Надо же было Посмотреть Там заставочку Черт Пойдется обратно Сейчас бежать Ой Бегите Глупцы Вот эти два дракончика Конечно Они неприятные Ладно Сейчас газанем Обратно Ладно Бывает Ой Нас же их Пробудить Забыла я там Отдохнуть Че-то заболталась С вами Как-то приятно Когда можешь Вот так сжать И Я щит И наплевать Потому что у тебя Деревник Вот кстати Нет Здесь у меня Пока 718 В общем 3 миллиона У меня Железно было Я вам Честное слово Говорю Иначе бы у меня Не было всего этого Того что я купила Потом вы увидите Мой инвентарь Это вообще Так подожди Отвалите Мне нужно отдохнуть У костра Утого Потому что я забыл Это сделать Ну ладно Пардоните меня Такое бывает Ну что Здесь благо Не очень длинные На самом деле Пещеры Потому что Вспоминая Финальные Именно вот Самые-самые Финальные Коридоры В каких-нибудь Других Финалках В той же Четвертой Там реально Долго Можно было ходить С другой стороны Мы здесь долго Ходили по другим Пещерам С другой стороны Это были не самые Финальные пещеры Здесь прям так Все коротко С другой стороны Мы еще не дошли До конца Может быть Конечно Мне кажется Что Здесь все коротко Потому что Монстров Я в принципе Без каких-либо проблем Убиваю Потому что Прокачалась Но Конечно Это ненадолго Не такое счастье Ну вот В общем Ой Да ешкин свет Бежим Каинпли на все Бежим Скорее Отсюда Вот этот кстати Кентавр Он довольно мощный Даже когда я прокачалась Он у меня иногда Носил чуть-чуть Здоровья Больше чем хотелось бы Здесь кстати Когда чувствуют Что я хочу убежать Они начинают Как-то Активнее Атаковать Это вообще Подстава Так Все Давайте Отдыхаем И смотрим Заставку Голбец А Они же еще Не виделись Толк А Сесил Я рад Тебя Снова Видеть А я рад Снова Видеть Тебя Не знаю Что враг Творил С моим Разумом Душа У меня Угасла Погружалась Во мрак Изнутри Наверное С ним Было С тобой По всей Видимости Было Так же Я Был До Всех Отрезан Непроницаем Чернотой Но Даже Тогда Я верил Верил Что Роза И Теодора И Друзья Придут Мне На Выручку А Вот Тебя Скажу Честно Не Ожидал Увидеть Среди Спасителей Сесил Так Что Спасибо Тебе Брат Тут Надо Благодарить Не меня А Фусою Почему Это Он Меня Отправил К тебе И При Этом Сам Едва Не Погиб Сам Едва Не Погиб Или Все Так Погиб Тебя Прислал Фусоя Именно То есть Ты Вернулся Из-за Него Да Но Я И сам Устал Скрываться Да Да Очень И Ты Ты Больше Не Будешь Сидеть За Своего Имени Голбес Нет Примой Свою Дорную Славу И Самого Себя Следующая Сесил Ведь Еще Скай Нам Тоже Очнувшимся От тьмы Не Не Виделся Сесил А Давно Мы Так С тобой Не Разговаривали Точно Вот так Вдвоем Да Правда Целых 17 лет Прости Меня За Что Я Потерял Власть Над собой И видишь Что натворил Если бы Ты не бросил Свою Гору Я бы Погиб Да Прекрати Теодор С Розой Пропали Если бы Не ты Честно Сказать Я не ради Одного Тебя Пришел Нет Барон Моя Родина Так Было Всегда Так Всегда И Будет Это Правда Слишком Долго Я Отсутствовал Главное Что Теперь Вернулся Да Что Думаешь Про Теодора У него Есть Талант И Совсем Твоя Цель Устремленность Правда А Вот Упрямство У него Скорее Всего От Розы Да Пожалуй Надо Остановить Луну Я В тебе Верю Каин Тебе Сражаться С боссом Светлана И я Тебе Не подведу Замечательно Полнолуние И Вовремя Ну Мы Бежим Обратно Потому Что Тихая А Хотя Нет Мы Нифига Не Бежим Обратно Потому Что В принципе Это Уже Можно Грузиться Так Выйдите Выйдите Выпустите Меня Сбои Потому Что В принципе Дальше Я Не Заходила И Больше Никаких Заставок Не Было Можно Уже Загружаться Пойдемте Обратно Что-то Я только И хожу Туда Сюда Так Все Вроде Я ничего Не пропустила Помню Три Заставки Было Так Нет Как Там Делаться Там Стройки Вернуться В главное Меню Вернуться Да Теперь Мы Грузим И Грузим Вот Эвит Сохранение Стория Да Загрузить Ну И В общем Я тут Но Теперь У меня Вот Такие Персонажи И В общем То Зили Сили Щупер Зили Эфиров А я Еще Эфиров Купила Точно Чтобы Конкретно Так было Эликсиров Кстати Где мои Эликсиры Я же Покупала 9 штук Не Поняла Сейчас Вообще Что за Подстава Я же Покупала Где мои Деньги Очень Странная Хрень Я Реально Покупала 9 штук Куда Они Делись А Вот Они Видимо Есть Странная Вроде Сохранялась Такое чувство Что Подстава Какая Такое ощущение Что я раннее Сохранение Загрузила Как так У меня же Это было Последнее Ладно Не важно Идем Вперед Я думаю Мы все равно Завалим Чтобы нас Там впереди Не ждало Потому что Еще до Финального Босса Идти У нас Еще Бахомута Нет Как вы Позываете Нам Нужно Позываете Понимаете Нам нужно Его Вернуть Кстати Самое Интересное Даже самое Забавное Я бы сказала То что Когда я Подглядывала Примерно Уровень Боссов Я Потом Только Когда уже Решила Кто у меня Пойдет На финальную Битул То есть Что Голбес Кайн Эдж Роза И Ридия Я только Потом Заметила Потому что Там в скриншоте Появилось Что у человека Который писал Вот это Похождение У него Точно такая же Партия Думаю Блин Все таки Не зря Я беру Именно таких Персонажей Потому что Действительно Так У меня Кстати Пока что Нужно не забыть Потом Когда я пойду Снять браслет Уровня Со всех Потому что Потому что Да Кстати Да Там где-то Мы найдем Еще с вами Лунную кольчугу Я не помню Кстати Где Вот она Лунная кольчуга Вон она Какая Самая сильная Я так понимаю В игре Судя даже По названию В общем Мы идем Упереда Да Шоп Тебя Но их Мы будем Валить Потому что Мы идем К боссу Поэтому Это уже Загрузочная Версия Игры Поэтому Лучше Все таки Подраться Лишний раз Так Слушай Ты меня бесишь Не то Чтобы это Лечение Было очень Хорошее Но я не хочу Лишний раз Ману Тратить Так сказать Прийти туда Налегке Не знаю Я думаю Кстати К финальному Бою Как это выразится Я поменяю Риди Посох Но все таки Нахлыс на ее Последний Там еще Какой-то Не вывалился Уз дракона Но Он Хуже Чем Таинственная Плеть Которая Нам Выпадала Нахлыс Хамиле Смотрим И он умрет Ну конечно Господи Там всегда Все в моей жизни Таинь Двадцать Девять Ты Щепота Так Подожди Не у всех Стоит Ладно Нормально Да, ну так уж и быть. Бежим аккуратно. Мозг такая тревожная. Ну, ёлы-пала. Я уже только к воротам пришла. Зачем вы так делаете? Мри уже, слушай, а? Я, кстати, еще хочу... Как это выразится? К финальному боссу прийти в фазе убывающей луны. Вон, так? Такая луна. Когда повышены физические атаки. Потому что, я думаю, босс нас будет преимущественно магией бить. Мне так кажется. А мы его будем шмалять физическими, по большей части. Ну, мы его, конечно, тоже магией будем бить, но... Тем не менее. Так, вот эта страшная локация. Сейчас я пойду. А, вот, короче, вот эти два сундучка. Вот там вот что-то. Было тоже. По-моему, там как раз была лунная вот эта кольчуга. Что-то еще. Бегемот, отвали. Надо, кстати, на этой сохранении отдохнуть будет. Даже не верится, что конец приближается, если честно. Очень, очень, очень не верится вообще. Как ни разу вообще. Так, вот тут я еще не была. Ничего не знаю. Отдохнуть? Ну да. Смотри, ну что мы делаем в космосе, когда мы были на Луне? Двоякая, конечно, фраза такая получилась. Что грустишь? Кайн? Ты что, совсем не рад, что Сесил вернулся? Рад, конечно. Не то слово, как рад. Просто мне... Просто я... Когда отец, великий правитель, для сына это тяжелая ноша. Да? Мой отец тоже был драгоном. Драгоны когда-то были самым славным отрядом в войсках барона, пока не появились красные крылья. С детства я боготворила драгонов, но отца ненавидел за черствость и строгость. Теодор, ты ненавидишь Сесила? Нет. Хорошо. Тогда со временем ты научишься его понимать. Кайн, а с вашим отцом что стало? Погиб. Причем, когда мне было примерно столько лет, сколько тебе сейчас. Мы должны остановить луну. Что Сесила это говорит? Что ты асдоров. Да? Точнее, да! Спасибо тебе, Кайн. Давай мой прожок. Жаль, что он нам не пригодится. Ну ладно. Хорошо. О, травка. Говорящая. Эдвард, ты шутишь? Нет, я совершенно точно слышал. Но ведь мы улетели уже весьма далеко от дома. Государь Эдвард, слышите нас? Родной голос. Это канцлер Дэмциана. Никаких сомнений. Ваше Величество, наконец-то я вас слышу. Что делается у вас внизу? Кромешный ужас. Все погрузилось в темноту. Бушует буря. Волны не исцелствуют. Кошмар. А что передает из других стран? Боюсь, что из дворца сейчас нельзя ступить ни шагу. Что? Нам надо действовать еще быстрее. Кто это сказал? Государь Сесил? Да, собственной персоной. К нему вернулся разум. Благодаря всем вам прошу прощения за доставленные мной беды. Вот прекрасная весть. Если Государь Сесил с вами, вам никакая луна не страшна. А, то есть все остальные как бы... Пока Сесила нет, ничего не важно, да? Ну, спасибо. Мне придется попросить вас еще немного потерпеть, поэтому крепитесь. Как скажете, Ваше Величество. За нас не извольте тревожиться. Помрем так с радостью. Только одна просьба. Будьте осторожны. Дам Цану не обойтись без вас, нашего короля. Благодарю и желаю вам удачи. Это нам она потребуется. Да, Государь? Че они там? Они сидят, у них там все плохо, конечно. Где же бы мы не опоздали? Мы должны успеть любой ценой. В этом весь смысл путешествия, как-никак. Так и есть. Но разве вы... Ну вы разве не понимаете, от чего вещенник снова заработал? От того, что мы к Земле приближаемся. Вот от чего он заработал. Что? Вот. Неужели луна уже... Очень близко. Да, это значит, что луна уже совсем нависла над нашей Родиной. Нет. Нельзя терять ни минуты. Поспешим. Поспешим. Но сперва еще потратим 10 часов на прокачку. Но это будет потом за кадром. Так. Странно. У меня реально такое ощущение, что я загрузила какое-то ниту сохранения. Хотя вроде смотрю на уровни. Просто где мои эликсиры? Я их покупала же. Или я их купила после сохранения. Хрен его знает. Так. У меня сколько там денег-то? Ну да, я же все профукала. Так. Куда я отсюда вам могу? Так. Лунный кейт вернутся. Нет. Отмена. Ах. Ладно. Подожди. Что-то убрать надо нафиг отсюда куда-нибудь. Блин. Почему тебя нельзя выкинуть? Ты мне так мешаешь. Ну ладно. Вышла к нам навстречу? Вот ты и попалась. Ты нас подстерегала. Где Бахамут? Очередная копия. Я не рассчитывала, что вы сюда доберетесь. Отсюда начинается мир, где вам делать нечего. Вам пора исчезнуть. Вас сметет сила, с которой вы хорошо знакомы. Бахамут. Отлично. Ой. Все. Так. Первый. Один из первых последних голосов. Бахамут. Бахамут. Уже его поработили? Опомнись, умоляю. Ну-ну. Давненько мы не виделись. Ужели Бахамут ей полностью подчинился? Не полностью. Вперед, Бахамут. Уничтожь их. Так. Ладно. Хорошо. Здесь я буду много молчать. Не обращайте внимания. Просто смотрите. Забитые. Потому что... Ой. Не круто. Ладно. Плохо, 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 плохо. Получение еще. Ой, черт. Он сейчас. Ха-ха-ха. Мега флеер свой грозанет. Я забыла поменять браслеты уровней. Твою мать. Твою мать. Я забыла. Я просто забыла. Ой, господи. Говорила же себе. И забыла все равно. Ну ты подумай. Я на нее, что ли? Блин, я на нее, идиотка. Ой, ошибки. Ошибки критические просто. Это даже слова мне описать. Насколько. На Бахамута надо было, блин. Ой, сколько ошибок. Надо было... Бахамут, это я, пожалуйста. Ты должен вспомнить. Бахамут. Бахамут. Так, надо... Это не та луна. Это не твоя луна. Вы напрасно тратите время. Ой, мега вспышка. Ваше Величество. Бахамут. Ваше Величество. Если он останется под ее властью, у нас не будет выбора. То бишь убить его. Кстати. Ваше Величество. Давай, прикончи их. Не надо. Черная дра. Так, видимо, скоро конец. Что? О, на нее. Нет. Нет. Ты осмелилась думать, что влазна над нашими Эйдолонами? Что? Мои Эйдолоны не просто пешки в борьбе за власть. Если в тебе истинный свет, Бахамут, отец всех Эйдолонов, вынеси окончательное решение. Отражение. Зря стараешься. Бахамут. Ридия. Мы, Эйдолоны, всегда будем с тобой. Еее. Бахамутчик с ним. Слушайте, это было легко. Даже слишком. Па-па-па. Главное наше оружие теперь снова с нами. Это радует меня. Ну вот, теперь все карты на руках. Верно, Ридия? Ридия, без тебя Бахамут так и остался бы в плену. Бахамут только так и мог поступить. Сомневаюсь, что мы победили. Сильно сомневаюсь. Аналогично. Я выбираю тебя. А, ну да. Это вроде достижение. Если ты откроешь всех Эйдолонов. Сейчас мы краем в глаза посмотрим. Да. Получить всех нескрытых Эйдолонов. Не знаю насчет скрытых. Я вроде троих всего получила. Гоблина. Чукобо. И еще что-то. Не помню, что. Так. Во-первых, домик. Мы уже не вылечили. Конечно. Нет. Где? Где? О, господи. Куда я полезла? А мне, кстати, опыт дали. Я не обратила внимания. Наверное, нет. Это же был Бахамут. Черт, надо Блазиле заюзать, чтобы оно пропало. Ну ладно. Так, кстати, убывающая луна. Надо на самом деле шмалить вперед, потому что атака вот повышена. Может быть даже и плюнуть на прокачку. Может так прокатит. Было бы неплохо. Так, тогда раз такие дела. Давайте попробуем это сделать. Посмотрим, что мы можем сделать. Защитное кольцо. Ну, можно ему поставить. Потому что лед, там, молния, все такое. У меня еще одно есть для Эджа. Мне его нужно поставить, потому что тогда будет огненный шарф работать. Вот не знаю, честно говоря. Если оптимизировать, то вообще получается совсем другое. Так, огненный шарф, он, конечно, понижается. Но он защищает из всего и все. Поэтому обязательно нужно его мне так холожиться. Вот только с оружием я не знаю, честно говоря. Здесь, конечно, видите, атака с 919 на 12 понижается. Но я не сказала, что это прям сильно. Зато защита повышается и атака... Ой, сила. А скорость, конечно, понижается, так ощутимо. Но повышается стойкость и интеллект. Интеллект это тоже неплохо для Эджа. Вот я не знаю. Вообще абсолютно не знаю. Масамуны, это, конечно, замечательно. С другой стороны, здесь, видите, тоже как бы... Интеллект повышается на 10. Магическое уклонение... Ну, вообще ни на что считай. Скорость падает и атака падает не очень сильно. То есть, грубо говоря, кинжал Тритон тупо добавляет интеллекта. Не вариант, мне кажется. Здесь тоже, конечно, интересно все. Потому что блок... Иннорирует, точнее, построение. Но нам это и не надо, потому что у нас будет финальный босс. Я не знаю, Масамуны или Мурасамы. Но дух падает. Ну, не очень сильно. Но зато атака повышается. Ну, в силу, в смысле. И стойкость. И интеллект. И защита. Я не знаю. Может быть, здесь просто иногда выстраивается не в зависимости от статов, а от... Вот этих вот накладывать заклинания, такого-то. Потому что так-то, если посмотреть, в принципе, Масамуны и Мурасамы, они одинаковые, да? Но просто каждый дает немножко разные вещи. Поэтому я, наверное, все-таки Мурасамы поставлю. Так, что с тобой? Доматитовый. Так, у тебя есть невоспринимательская текка. Межите, нужна ли она? Тебя, может, драконий щит лучше поставить? Падает, конечно, чуть-чуть стат. Но здесь неуязвимость к атакам драконов. Хотя это мне не поможет, наверное. Снижает урон от льда, молнии и так далее. А здесь атак нежити. Атаки нежити. Не знаю, прям... Просто 7-4, 6-3, ну да? Но при этом... Снижает урон от того-то, от того-то, от того-то. Я не знаю. При этом я не сказала, что сильно понижается. Какая-то там эта самая. Поэтому, наверное, я все-таки поставлю драконный щит. Может быть, это ошибка. Может быть, и нет. У меня есть, да, урон от этого самого, видите. Но у меня будет еще и щит. То есть еще больше понижаться будет. Браслет уровня. Что? Здесь какие варианты? Рунические. Вот, от молнии. Здесь тоже от молнии, но здесь еще не восприимчивость. Ну, я не думаю, что мне это поможет. Кольцо предела, кстати, нужно будет... Вот мантия повелителя. Не знаю, честно говоря, ставить ее или нет. Да, она повышает дух и интеллект. Можно, кстати, сделать вот так. Видите, даже она не выставляется. Просто вот эта фигня защищает от паралича. Я не знаю, будет ли нам у нас применяться финальным боссом паралич. Но мантия повелителя, опять же, снижает вот это вот все. И повышает интеллект и дух. Это, на самом деле, для мага довольно важно. Может быть, все-таки имеет смысл поменять. Магическая защита и уклонение повышается. Отклонение... Видите, зато обычное уклонение очень сильно падает. Не знаю, прям даже... Ленточка нас будет от всех этих защищать. Сюда я даже не знаю, на самом деле, что поставить. Потом разберусь. Ну, эскалибр, если сравнивать, понижается сила довольно ощутимо. Здесь тоже свет. Здесь полезно против призраков. Но мы с призраками драться-то не будем. Но атака возрастает. Но, я так понимаю, это атака, когда в прыжке, да? Вот я не знаю. Ставить, наставить. Адемонтитовый щит не обсуждается даже. Драконовый, в принципе, тоже. Так, вместо тебя я... Вот ему, Кайну, я думаю, кольцо предела поставить, чтобы он наносил больше, чем 9999. Потому что он у нас в основном будет прыгать. И поэтому я и думаю, может быть, если он будет прыгать, поставить ему... Вот эту хрень... А, давайте, ладно, поставим, черт с ним. Так. Жизо в восстановлении. Я не думаю, что нам пригодится в финальном бою. Хотя хрень узнает. Просто если мы будем лечиться, мы будем лечиться по-крупному. Силами розы. Поэтому давайте вот так. Капшинсушками. Мантимудреца не вариант. Просто можно даже вот так посмотреть. Ну, и здесь, в принципе, редкий плодоискатель. Кольцо ускорения. Вот не знаю. Проще, по-моему, наложить. Конечно, да, ускорение это штука хорошая, но... Не знаю даже. Вот, невосприимчивость, молчание. Здесь есть еще где-нибудь молчание? Да, здесь есть молчание. Это радует меня. Просто если поставить кольцо ускорения, да, все упадет, конечно. Атака незначительная. Защита упадет довольно ощутимо на 5. Магическая защита на 3. И сила тоже на 5. Но возрастает скорость, соответственно. Незначительно не думал, что стоит молния. Молчание и магия. Вот здесь просто, как бы, мне кажется, это выгоднее. Здесь чуть-чуть, конечно, возрастает, все остальное. Но защита буквально на один пунктик падает. Поэтому, я думаю, имеет смысл заменить. Хотя с другой стороны... Может быть, здесь снижает получаемый урон от молнии сильнее, чем здесь. А, здесь вообще нету этого. Ото льда. И здесь тоже ото льда. У меня две штуки на лед. Паралич. Проклятье, замешательство. Я хорясь... От молнии или от молчания? От молчания у нас уже есть. Может, все-таки... А, черт, как-то сложно всегда выбрать, честно говоря. Так, давайте смотреть. По новой. Мерцание это нам не нужно особо. Муросамы... Ну, это все понятно. Я думаю, все-таки лучше Муросамы, чем Мусамы. Но, прости, Сиферот. Твой меч не лучший. Маска белого тигра. Мы можем, конечно, поставить красную шапку. Но здесь защищает от паралича. Паралич, эта штука такая неприятная. Я не знаю, будут ли ее на нас накладывать. Даже если не будут, то, как бы, будет не слишком приятно. Тем более, урон от огня мы все равно блокируем за счет защитного кольца и огненного шарфа. Или шарфа, как там правильнее. Поэтому паралич, мне кажется, будет пополезнее. Можно было бы, конечно, вообще ленту чакры поставить, но все остальное так падает. Не то, что прям сильно, но... Нормально так. Далее. Защитник. Это, конечно, вариант очень хороший. Можно, конечно, сделать оптимизацию и выйдет в умчу. Но, мне кажется... Просто, смотрите, сила повышается 84, но защита 114. Если поставить защитник и хрустальный щит, то сила на 10 падает. Но зато защита повышается довольно так почти на 10. Не знаю, мне кажется, это лучший вариант. В общем, как-то так. Пускай будет так. Дальше посмотрим. Сохраняемся еще разок. И здесь, наверное, заканчиваем серию, потому что это была такая, скажем, водная. Мы получили бахомот, и в следующей серии продолжим путь вперед. Может быть, кстати, я краем глаза посмотрю, что там впереди. Если там просто уровни, где можно побегать, ничего не делая больше. Может быть, я еще побегаю. А может быть и нет. Не знаю. Посмотрим. В общем, вам огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И я жду вас всех в следующей серии. С вами была Севен. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok